Человек всегда начинает с себя. Если вы хотите, чтобы муж с вами хорошо вёл себя, начните с ним себя хорошо вести. Что значит хорошо себя вести с мужем? Нужно вести себя деликатно. Чуть-чуть предал, чуть-чуть оскорбил, чуть-чуть нагрубил, сразу в дистанцию. Не надо ничего терпеть, никто не заставляет терпеть. Всегда нужна чёткая позиция внутренняя. Нужно всегда знать свои права. Никто не обязывает человека страдать рядом с близким человеком. В целом есть три слоя жизни. В каждом слое свои поведения. Каждый слой означает определённое отношение с Богом ваше. Допустим, если вы идёте к Богу, молитесь, а муж выпивает, значит, он находится в нижнем слое жизни. Этот слой называется невежественное существование. В этом случае вы не можете близко с ним отношения с тобой. Если он ведёт грязный образ жизни, то есть он склонен к измене, он выпивает, допустим, ведёт неправильный образ жизни, такое жёсткое нарушение какие-то серьёзные. Допустим, поздно совсем ложится, в 2 часа ночи встаёт, матерится, грубит жёстко, бьёт. С таким мужчиной нужно держаться на расстоянии и ставить условия совместной жизни. Надо понять, что такой мужчина является серьёзным наказанием судьбы за твои серьёзные поступки в прошлой жизни. Если женщина молится искренне, то постепенно он меняется к лучшему, и это факт. И он переходит из невежества в страсть. Когда мужчина переходит в страсть, он посвящает себя работе и убивается там на работе, но при этом у него пропадают вредные привычки. Иногда это меняется, то невежество, то страсть, то невежество. Значит, что он уже лучше, чем просто невежество. Значит, со временем, если ты будешь молиться, он выйдет в страсть. А потом благость. Благость означает, что человек начинает работать над собой, слушает лекции, изучает, как правильно жить, меняет свой образ жизни. Это награда уже. Женщина говорит, почему ты так себя не ведёшь, мужчине? Потому что ты не получил награду. Человек не может требовать награду, он должен её заслужить. Надо жить правильно рядом с мужчиной, и он будет меняться. Всегда так происходит. Вы скажете, я вот веду себя правильно, но он что-то не меняется. Меняется, но незаметно, потому что наказание сильное. Вы говорите, может мне сменить тогда пластинку? Можете сменить, но будет ещё хуже. Вы будете наказаны за то, что бросили мужа. Первое. И второе. Ничего не отменялось. Судьба та же самая. Просто у судьбы есть две грани. Кажется, что поэтому кажется, что меняется. Две грани всегда есть. Ну, допустим, объясняю. Один мужчина, допустим, высокий и некрасивый, а другой красивый, но невысокий. Две грани жизни, понимаете? То есть две противоположности. Или, допустим, один пьёт, дебоширит. Ну, работает, допустим. Другой не пьёт, не дебоширит. Такой добрый, ласковый. Ну, изменяет. Это две грани жизни, понимаете? То есть и женщина выбирает одно из двух. Она думает, вот это лучше. Допустим, мужчина такой добрый, ласковый, на кухне всё убирает, в доме чистота, работать не хочет. Одна грань. Вторая грань. Работает, грубит. Ответственно себя ведёт. Ни нежный, ни ласковый. Понимаете? Середины не бывает. Середина — это святость. Если вы получаете и то, и то сразу, значит, вы очень благочестиво прожили прошлую жизнь. Но в целом, поймите, на земле не бывает идеальных вещей. Потому что всё идеальное — это небеса. Это уже ангельская жизнь, неземная. Понимаете? Мы как бы ждём, когда... Вот где самый идеальный человек? Там. Там здесь справься со своими всеми проблемами, получишь всё идеальное в следующей жизни. А в этой мы сдаём экзамены. Здесь нет идеального ничего. Поэтому не надо мечтать. Мечты — это... Человек хочет первое место в соревновании, а сам ещё даже не начал соревноваться. Это мечта. Какой смысл? Бесполезно. Ничего не будет. Высшие силы постоянно влияют на нас. Они дают нам счастье. Нам надо на это настраиваться. Называется благостная жизнь. Когда человек встаёт рано, молится, освещает пищу, чистую жизнь ведёт, то, несомненно, всё самое лучшее в его семью будет приходить. И муж будет исправляться. Жена будет исправляться. Так устроен этот мир. Но человек исправляется когда? Когда ты его не трогаешь. Ты просто правильно живёшь рядом с ним и аккуратно намекаешь ему на трудности, какие-то проблемы. И он тогда будет исправляться. Как только давление началось, мужчина грубостью, женщина эмоциями. Сразу разум выключается. Человек не может исправляться. Сначала Бог самое лучшее даёт человеку. Люди влюбляются друг к другу. Самое лучшее видит друг к другу. Зачем так всё сделано? Ну, чтобы мы товар как бы оценили правильно. Ну, предлагает Бог товар свой. Он говорит, вот у меня есть такая женщина. И самое лучшее качество ей показывают мужчине. Женщина говорит, а вот тоже мужчина хороший. И люди думают, что это на всю жизнь так будет. Нет, это просто продажа. Упаковка, то есть. Не знаете, что это наружнее. Это внутреннее. Бог показывает самое лучшее, чтобы показать то, что будет, если вы будете потом правильно жить, когда-нибудь со временем вы получите такие отношения. То есть в самом начале счастья и в самом конце. Посередине — жизнь. Это означает, что человек знает, как действовать в трудных ситуациях. Например, ты не можешь сказать ничего близкому человеку, он тебя не слышит. Это значит, что судьба встала между вами. Она разрушает отношения. Она имеет право делать всё, что хочет. Только молитва может помочь. Есть три стадии отношений. Первая стадия в сердце — это моё отношение к человеку. Я чувствую, что я к нему отношусь хорошо, у нас всё будет нормально. Это значит, первая стадия пройдена. Только после этого можно пытаться общаться. То есть если у тебя в сердце хорошо по отношению к человеку, общайся. Если нет — молись. Если у тебя в сердце плохо по отношению к человеку, ты начинаешь общаться, будет ещё хуже. Ты разрушишь отношения тогда. Посмотри, что у тебя в сердце сначала. Хорошо — общайся. Камень, тяжесть, обида, неприязнь, разруха. Не общайся, молись. Будет ещё хуже. Даже когда ты молишься и чувствуешь, что ты уже можешь поговорить с ним, не надо ещё общаться. Просто улыбайся, комплименты, начиная с ним взаимодействовать. Улыбкой, комплиментами. Вот, допустим, начальник поругал вас, и с ним плохо. Вы чувствуете, вы его не любите, он вас не любит. Молитесь, успокойтесь по отношению к начальнику. Увидели его — просто улыбнитесь, не разговаривайте. Он среагирует хорошо на вас, потому что вы уже первый класс прошли. От вас исходит благоприятная сила. В вашем сердце нет того, за что человека наказывать надо. Потому что наше сердце показывает, что нас надо наказать. Мы не любим кого-то, мы злимся, мы ненавидим, мы не верим. Значит, надо наказывать. Но если в нашем сердце всё хорошо, никто наказывать не будет. Даже если человек злой по природе, он хочет наказать, не за что. Ты хороший человек, ты добрый, ему зла не желаешь. Его нейтрализуют. Он не может ничего с собой сделать. Он хочет, но не может. Нужны санкции, нужны основания. Он может подстрекать вас, допустим. Делать так, чтобы вы сделали глупость. А вы не делаете. И тогда опять не за что. Называется запас прочности и благочестия человека. Он имеет запас вести себя правильно. Копите этот запас молитвой. Вторая стадия — это взаимодействие между вами. Нить незримая. Мы связаны этой нитью. Допустим, ребёнок заболел, вы волнуетесь за него. Значит, эта нить, она истощила вас. Всё самое лучшее у вас ушло, ребёнку для лечения. Теперь уже нет ничего лучше, вы волнуетесь. Это значит, что вы им помочь не можете. Нужна молитва. Вы не можете своими силами помочь. А здоровье, если страдает у ребёнка, значит, надо ещё на природе пробежаться вам, чтобы получить энергию природы, чтобы помочь ребёнку. И он же бегать не будет, он не понимает этого. Вам надо лучше заниматься своим здоровьем для того, чтобы помочь своему близкому человеку, своему ребёнку. Первая стадия — наполнение всегда. А вторая стадия — это влияние. Если вы наполнены, у вас здоровье хорошее, помогите. Если у вас сердце спокойное, общайтесь. Если вы простили, значит, общайтесь. Не простили — не общайтесь. Молитесь. Человек часто предвосхищает события. Он хочет делать что-то быстрее, чем положено. Результат разрушает, ещё хуже делает. Поэтому есть всегда первая стадия отношений. Она находится в сердце. Сначала надо в сердце восстановить всё. Даже вторая стадия — это означает, когда очень испорчены сильно отношения. Вы вроде бы уже всё спокойно, вы верите, что всё будет хорошо. Но надо ещё дальше молиться и общаться с человеком на невидимом плане. Желать ему счастья, например. По-доброму относиться до тех пор, пока вы половину этой второй стадии не пройдёте, и тогда начнёт таять вторая половина. Он станет к вам благосклонным. Тогда можете с ним поговорить. Всегда этот разговор должен быть смиренным. Если отношения разрушены, не делайте умный вид, не пытайтесь что-то доказывать. Это невозможно. Просто восстанавливайте отношения. Соглашайтесь, что вы были неправы в чём-то. Не думайте, что вы будете унижены в этом случае. Всегда, когда человек считает себя неправым, но при этом сохраняет чувство собственного достоинства, означает верить, что Бог поможет. Верить Богу, чувство собственного достоинства. Даже если он извиняется, никто не чувствует его униженным. А если, допустим, ты извиняешься, и человек говорит, «Ну да, я знал, что ты неправа», значит, он находится в невежестве, этот человек. Не стройте дальше с ним близких отношений. Дистанцируйтесь. Это не значит, что вы неправы действительно. Потому что несправедливость находится между людьми. И никогда не бывает, что один человек прав, другой неправ. Всегда это общая вещь. Общая. Просто есть поведение со знаком минус, чаще всего женщины проявляют. А есть поведение со знаком плюс. Например, попустительство — это грех, великий грех. Но это поведение со знаком минус. Не видно. Кажется, я ничего плохого не делаю. А, допустим, измена — это тоже великий грех. Это со знаком плюс действия. Иногда мужчина попустительствует, женщина изменяет. А иногда наоборот. В любом случае, всегда, когда человек попустительствует, ему кажется, что он ничего плохого не делал. А этот человек меня предал. Это неправильное мышление. Если человек унижен в отношении, второй будет гордиться. Он подпитывает гордость унижения. Как не унижаться? Допустим, тебе нравится человек, ты хочешь быть рядом с тобой, чтобы он был. Это желание уже унижает. Как не унижаться, молись Богу. Он тебя возвысит. Приведет в порядок. Так человек контролирует ситуацию. Всегда в любви и в отношениях есть два полюса. И один из них перетягивает всегда. Что это значит? Один человек отдает любовь, а другой любит. Когда человек любит, это значит, что он чувствует себя хуже. Ему кажется, что этот человек лучше. Он ему служит, о нем заботится. А тот снисходительно себя ведет. Почему? Потому что ему кажется хороший человек. То есть, другими словами, интересно знать, что тот человек, который любит, обычно лучше, чем тот, кого любит. Если они вместе. Потому что если человек любит, и он еще и не лучше, то тогда зачем он вообще нужен? Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю? Вот, допустим, человек сам не сильно любит. Любовь перетягивается. Взаимность очень сложно достичь, потому что перетягивается. Взаимность означает бескорыстные отношения. Это святые люди могут взаимно любить. Чем больше корысти, тем больше любовь перетягивается. Один человек любит, а другой отдает любовь. Что значит отдать любовь? Он считает, что это хороший человек, не он нравится. Но чувств сильных к нему нет. Зато у него ко мне есть. И он позволяет, потому что хороший человек. Этот хороший человек, он служит, верно себя ведет, заботится. И теряет себя постепенно. Как только человек теряет себя, он становится некрасивым. Униженный человек некрасивый. Он может быть красивый внешне. Но красота не выходит наружу, потому что унижение гасит красоту. Все, ее нет. Бывает такое, смотришь на девушку, очень красивая. Начинает общаться с мужем, смотришь, что нет красоты. Унижается перед ним. Потрясающе. Потому что очень красивая женщина, значит, у нее сильное чувство собственного достоинства. Красота женщины означает чувство собственного достоинства. Очень нравится мужчина. У женщины сильное чувство собственного достоинства. Значит, всем нравится. Но при этом она может с мужем так себя вести, что он её не видит, что она красивая. Такая иллюзия. Потому что она унижается перед ним. Такое может быть. Но чаще всего красивый человек гордится собой и его любит. Чаще всего. Он гордится собой, его любят. И он обычно разрушает отношения. Тот, кого любит. А некрасивый человек обычно имеет лучший характер в отношениях. Вернее себя ведёт, честнее. Обычно. Есть исключения, конечно. Видите, это означает грипп. Веточки сосны. Левая рука, левая нога. Прямо под кокточку. Вам легче станет сразу. Сейчас она поставит, через пять минут она поймёт, о чём я сказал. Это знание. Легче станет человеком. В этом мире на всё есть противоядие. Когда человека унизили, противоядия не это святые. Идёшь к святому человеку, ты униженный, тебе плохо. Моришься ему. И твоё чувство, собственно, достоинство наполняет силой. Тебе хорошо, ты спокойный. Прощаешь человеку. Почему? Потому что, когда ты сильный, у тебя сердце сильное, можно простить. Сердце слабое, ты обиженный и униженный. Простить невозможно. Поэтому, для того, чтобы простить, нужно сначала установить отношение со святостью, наполниться. Униженность означает нет силы. Обида тоже означает нет силы. Наполнись святым человеком. Думай о нём. Появятся силы. Простишь. Нет сил, значит, не будешь просять. Если отношения очень сильно выражены, что человек, как бы, очень сильно пренебрегает, очень сильно, как бы, гордится собой в отношениях. Другой очень сильно его любит, ждёт, значит, это патовая ситуация. С самого начала уже. Нужно приходить в себя. Но женщина, если очень сильно ждёт мужчину, как бы, очень надеется, верит, нужно думать о Боге, молиться для того, чтобы стать самодостаточной рядом с Ним. Не поддаваться влиянию этой разрушительной энергии любви. Иначе будет разрушение. Это всё патовая ситуация. Значит, то она его потеряет уже, всё видно. Она его любит, он к собой гордится. И когда это в сильной степени выражено, то следующий куплет там будет. Вот я тебе забыл сказать, что я в пять часов женюсь. Не на тебе, правда. Когда человек строит отношения, но не должен ждать, что в них всё будет гладко. Потому что судьба сама по себе то возвышает ситуацию, то понижает. Человек должен знать, что это жизнь, и это нормально. Не надо бояться жизни. Трудно стало, терпи, молись. Пришло время трудиться, не ленись душой. Тяжеленько стало, раздавая всем счастье. Не наслаждаясь, а не балдей в самонаслаждении. Жизнь есть жизнь. Поэтому, мои хорошие, не обижайтесь на жизнь. Принимайте всё, что она даёт. Она нужна для того, чтобы мы стали мудрее. Не для того, чтобы нас расколбасить, расколошматить и уложить в гроб. Нет, не для этого она дана. Человек должен всегда побеждать судьбу. И даже если смерть пришла к человеку в гости, он должен знать, что она тоже испытание. Потому что, если человек молится Богу в момент смерти, она просто нагибает спину перед ним. И он встаёт ей на плечи для того, чтобы уйти к Богу. Смерть забирают только те, кто идёт в ад. Все остальные забираются ангелами для того, чтобы испытывать счастье. Поэтому в этом мире всё является испытанием на мудрость. И всё даёт награду только одну — это счастье. Поэтому никогда не поддавайтесь трудностям. Всегда это означает аскезу надо совершать. Любая трудность отодвигается силой человеческой. Пост с молитвой отодвигает трудность, которая называется «затуманенные мозги». Когда человек не может понять, что делать, он должен поститься и молиться одновременно. И у него картинка раскрывается, он начинает понимать, что делать. Если на человека давят, хотят его посадить, засудить, давят на него, давление оказывают на него, то это преодолевается молитвой плюс неподвижное положение тела. Если ты не двигаешься, на тебя давят, то это давление ослабнет. А потом, когда ты чувствуешь, что давления нет, и этот человек жестокость над тобой проявляет, насилие жестокое, несправедливость. Не по правде, а несправедливость. То ты можешь с помощью своей молитвы сказать Богу, а теперь отдай ему то, что он хочет сделать со мной назад. И эта несправедливость произойдет с ним. То есть с помощью аскеза неподвижного положения тела можно вернуть насилие назад. Оно не дойдет до тебя, вернется назад тому, кто его хочет сделать. Если человек чувствует, что у него не хватает силы справиться с ситуацией, он не может работать, допустим, на одном месте уходит с работы, не может жить с близким человеком, уходит. Значит, он должен вместе с молитвой длительное движение совершать. Длительное непрерывное движение — это аскеза, которая дает человеку волевой прорыв. Он может прорваться сквозь ситуацию. Таким образом, в этом мире все есть для того, чтобы мы побеждали и жили счастливы. Если человек хочет вытерпеть свою жизнь, свою ситуацию в жизни, нужно не двигаться и молиться. Если он хочет преодолеть, допустим, научиться в сторона вставать, вытерпеть означает, вот муж пьет, вытерпеть это. Не двигайся и молись. Если ты ленивый, не можешь вставать рано, двигайся и молись. Если ты ничего не соображаешь, постись и молись. А если у меня все хорошо, Олег Геннадьевич, просто молись. Не оставляйся, будет хуже. Веды говорят, что самое страшное испытание — это медные трубы. Или когда все хорошо. Первое испытание — это страдание. Страдание означает огонь. Человек горит, ему плохо. Но если он начинает молиться, побеждает судьбу, хотя бы чуть-чуть, то следующее испытание — это вода. Вода означает деньги. Бог дает человеку деньги. Это испытание. И деньги, они прилетают, улетают, текут постоянно. Человек в этой текучке, он бежит, как бы не может остановиться. В суете начинает жить. Почему? Потому что так действует вода. Вот это испытание. И когда человек победил эту суету, он природу денег занял в служении Богу. Начал отдавать Богу пользу деньгами, деньгами свою Богу, пред людям приносить. Брать себе столько, сколько нужно, это остальное в служении Богу. И вот тогда денег становится все больше, 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 больше. И больше они отдаются Богу. И в результате человека поднимает вверх, и наступает следующее испытание. Называется «Медные трубы». Слава, высокое положение в обществе, почет, уважение. Страшное испытание. Человек начинает думать, что он лучше других. Он старший. Во все уважают. Он пренебрегает людьми, грубит им. Насилие над ними совершенно. Чем дальше влез, тем больше дров. Вроде кажется, страдания самое сильное испытание. Чем больше человек добрых дел делает, тем сильнее испытание. Правильно. Поэтому живите счастливы. Все будет хорошо. Вся жизнь – это испытание, и это хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok